Более 58 тысяч посетителей и 1600 экскурсий в Сарове. За 10 лет музей военно-морского флота из камерной организации с 15 стендами превратился в исторический комплекс из 36 экспозиций. Идея создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Благодаря бывшему директору библиотеки имени Маяковского Татьяне Тихонову и бывшему главе администрации Валерию Димитрову, которые предоставили подходящее помещение. Приняли первый раз американскую делегацию, которая приехала, наша побратима Саламаса, городская администрация и одна из женщин. Тогда были удивительные слова сказанные. Музеи – это такие холодные помещения, потому что в них выставлены неживые предметы, какие-то факты, стенды, и вот как-то в них прохладно. А вы знаете, вот в вашем музее тепло. То есть вот настолько он душевно согрет. И мне поразило, что вот казалось бы, вот каким образом она может оценить нашу работу по тому же адмиралу Ушакова. То есть что он мог для нее представлять. Но тем не менее такая оценка. Спустя полгода работы все поняли, что нужно расширяться. Ветеранам ВМФ предоставили большой читальный зал на втором этаже. С тех пор музей располагается здесь. Его гордость – единственная в России передвижная выставка, которая полностью рассказывает о жизни и судьбе адмирала Федора Ушакова. За пять лет по России ее посетили более 120 тысяч человек. Последние четыре года саровчане участвуют в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. И этот не станет исключением. И мы тоже гордимся, что, допустим, мы первые музеи, пока единственные музеи в атомной отрасли военно-морской. К нам прибывали и представители руководства Росатома, я не говорю других ведомств. Это очень большой перечень. Большая благодарность от нашего музея, от наших ветеранов флота, именно администрации нашего города и руководства Федерального Авиацентра. Потому что лично Валентин Ефимович Костяков очень много делает и понимает, что вот наши эти выезды – это хорошее поддержание и создание положительного имиджа города Сарова, Федерального Авиацентра, за пределами территории Нижегородской области. В честь юбилея музея военно-морской славы в Питере 24 апреля прозвучал полуденный выстрел с бастиона Нарышкина Петропавловской крепости. В городе Санкт-Петербурге было впервые вообще история нашего города, ну наша организация произведена выставка в честь города Сарова. Десятилетие музея, Саровского музея военно-морской славы, чем мы очень гордимся. Члены общественной организации ветеранов ВМФ непрерывно проводят научную работу, открывают новые исторические факты. Еще одно отличие музея от остальных в городе – его интерактивность. Здесь взрослые и дети могут примерить обмундирование, потягать якорные цепи, постоять за штурвалом настоящего корабля. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону 8 910 127 19 49. Дарья Козина, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.